Добрый день! Здравствуйте! Не в своё время, она сейчас раньше, но тем не менее... Но надеемся, что своевременно, тем не менее. Своевременно, да, тем не менее. На лунах радио «Балкон» программа «Раз в неделю». Самая познавательно разговорная и научно-популярная программа на нашем радио-студии «Леонора Руслан». И Михаил Губин. Также огромное спасибо нашим звукорежиссёрам Евгению Катвину и Константину Росту. А программа сегодня наша вышла раньше, потому что, безусловно, наш сегодняшний герой, мало того, что он увлечённый, наш современный, он ещё и опережает своё время. Действительно так, да. И время его бесценно и уже расписано наверняка практически по часам. Нельзя терять ни часу, ни минуты. Очень занятый и, главное, целеустремлённый у нас гость. Как всегда, мы приглашаем, как знают многие слушатели наших современников, искренне учёных своим делом. Дело нашего гостя имеет не то, что государственную важность, а, прям, скажем, планетарный масштаб. Безусловно. И время его расписано, буквально, можно сказать, до 2025 года. Да? Вот когда наш гость забегает вперёд, вошёл даже вот уже на радиостанцию, в редакцию, он говорил по телефону. Мне кажется, с НАСА звонили даже. Безусловно. Да-да-да, очень занятой. Итак, у нас уникальная возможность, кстати, поговорить с этим человеком, пока он на Земле. У нас в гостях участник проекта Mars One, возможно, первый латвийц на Марсе, Паулс Ирбинс. Здрасте. Добрый день, добрый день. Человек, которому повезло, необычайно, потому что, как вы знаем, Mars One, о чём мы поговорим, это программа по, значит, колонизации нашей... По захвату Марса. Да, по захвату Марса, значит, Марса, и там, значит, дикое количество народу приняли туда, выразили желание принять участие, был отбор, и вот, значит, по итогам уже... 200 тысяч человек претендовали. Да, 200, 202 586, если быть точным. Спасибо, да. И вот, значит, как бы, очень-очень много было с разных стран, опросов там, и после результатов первого тура было отобрано не так много человек, 1058 из них, 297 из США, 75 из Канады, 62 из Индии, 52 человека из России, 13 из Польши, 10 из Украины, из Белоруссии 5, из Литвы 2, а из Латвии 1. Это человек у нас в студии. Ох, боже мой. Да, мы крушим тут мебель и инвентарь от волнения, и надо слушателям нашим сказать, что уникальная возможность, кстати, дозвониться в студию, и может даже какое-то напутствие по усу сказать какое-то. В дорогу. Да, в дорогу. По телеходу 6, 7, 212, 93, 9. И 6, 7, 213, 93, 9. Но надо сказать, что вы и на земле уже прославились своими добрыми делами, и в этой студии вы тоже не впервые, и даже в частности в рамках нашей передачи вы здесь были, как человек удивительный, энтузиаст, учредитель научно-познавательного центра для детей, центров, человек, запускающий в космос зонды. В стратосферу. В стратосферу, простите, пожалуйста. Пока еще в стратосферу. А как судьба зондов этих? Ну, хорошо, мы в прошлом году, в 13-м году, в сентябре, запустили наш второй, Зино-2. После Зино-1 мы здесь встречались, говорили, рассказывали. Ну, вот в прошлом году мы уже, в принципе, создали такой маленький сателлит уже, можно сказать. Маленький спутник Земли, поскольку он был всего 1 килограмм, там килограмм 200, по-моему, граммов. И в него уже входило и компьютер, и две видеокамеры, и радиосвязь, и трансляция была с зонда впрямую на Землю. Там была у нас на Земле стояла станция, которая принимала сигнал, этот сигнал. Глазами зонда смотрели, да? Да, мы все видели. Так вот, что мы запустили его? Да, 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 запустили. Он вышел на околоземную орбиту? Нет, нет, нет. Он был на баллоне, но, в принципе, если у нас были деньги, чтобы запустить, посидеть его на ракету, наверное, он бы работал, ну, не наверное, мы уже точно знаем, он еще бы работал как бы в орбите, да? Ну, как не вас спросить, когда же, наконец, то говорят, то в НТ-1, то ваш спутник, а дальше спутник-то запустим-то вообще? Ну, наверное, тут вопрос денег. Мы, в принципе, тоже об этом думаем. Сейчас ведем разговоры с одной американской фирмой, которая обещает за 4 тысячи долларов послать такой маленький, очень маленький сателлит в орбиту. Ну, мы сейчас ищем на этом, может быть, какие-то деньги, возможно, получить и, в принципе, ну, вот смотрим, где еще какие варианты. А государство не заинтересовано в этом совершенно? Ну, казалось бы, престиж. У политиков как бы больше, более слабо важный вопрос. Казалось бы, первого латвийского спутника на орбите, ну, что, да, действительно. Может быть, и не надо тратиться. Может, мы удачно упадем на хвост, извините за терминологию, этому голландскому предпринимателю, и даже сразу действительно Пауз полетит на Марс. Потому что в космос, конечно, дорого, а на Марс дорого вообще. 6 миллиардов долларов США бюджет этого проекта составляет, что, впрочем, стоимость средняя, говорят, олимпийских игр. Так что вполне, тем не менее, выполнимо. Голландский предприниматель Бас Лэнсдорб является сооснователем и гендиректором вашего проекта. А на какие деньги все-таки полет этот? Ну, в принципе, они планируют деньги получить от рекламодателей. То есть, руководитель, основатель Марс Ван, вот как вы сказали, он увидел бюджет лондонских олимпийских игр. Это было, по-моему, 4 миллиарда долларов, но это были деньги, которые платили рекламодатели за две недели. То есть, за две недели они через рекламных денег получили 4 миллиарда. Он говорит, да я Паулса за эти деньги на Марс высажу. Это не Паулса, но человечество, скажем так. И вот через эти рекламодательные деньги, в принципе, они поняли, что можно это создать как маленький такой реалити-шоу и получить деньги рекламодателей, на чьи деньги уже снародить экспедицию. Ох, когда планируется полет этот? Ну, сейчас говорят, что где-то лет через 10. Я сам так смотрю, как бы, развитие вообще космической индустрии, ну, мне кажется, лет 15, даже 20 реально. Да, НАСА сама говорит, что всего, скорее всего, это будет где-то в 30-м году они будут готовы. Так что, я думаю, и этот проект тоже, если так очень практически смотреть, я думаю, он будет еще изменяться. Я думаю, ну, может быть, он станет частью какого-то интернационального проекта, где будут тоже государственные структуры. Может быть, вместе с китайцами, у которых сейчас много денег дали, с Индией, у которых тоже, как бы, экономика очень сильно развивается. С Кока-Колой, в частности. Что? С Кока-Колой, я говорю, в частности. С Кока-Колой, да. Там, на самом деле, план такой реальный, и он весь расписан. Вот сейчас, как бы, вот этап закончился, значит, международный отбор. Вот это тысяча людей, да? Да, да, да. Потом идет в 15-м году начало технической и психологической подготовки от выбранных 24 кандидатов. То есть, в принципе, получается, все решится в ближайшие два года, да, уже? Да, будет, потом будет следующая подготовка, потом в 18-м году демонстрационная миссия для проверки батареи солнечных, запустят посадочный модуль, и будет отрабатывать технологии извлечения воды из грунта, коммуникационный спутник, который смотрит, может ли он передавать оттуда картинку и изображение. Потом будет запуск второго спутника связи, чтобы связь поддерживаться с колонистами в 20-м году. Потом в 22-м году будут запущены жилые блоки, грузы с системами жизнепечениями. Вот грузы в 23-м году приземлятся, вот, и где-то только экипаж у них идет, где-то вот 24-25-й год отправка. А корабли строите никогда будут, простите, по вашей агенте? Ну, в принципе, его идея такая, что новые корабли даже не нужно строить, эти блоки основные, которые будут посылаться, эти корпусы, они уже, в принципе, готовы. Да. У фирмы SpaceX, которая запускала сейчас эти капсулы Dragon, в принципе, первая, наверное, такая приватная фирма, которая сделала свои собственные корабли. Они уже запустили, это уже, Америка уже туда использует эту фирму, чтобы послать на Международную космическую станцию свои грузы и другое оборудование. Так что основные технологии, в принципе, у нас есть, ракета-носитель у нас есть. А как будто же все-таки, простите, ученые сообщают в интернете, что большая вероятность, что не долетят существующие технологии. Технологии, люди могут погибнуть, скорее всего, они погибнут в дороге, такая вот частая вероятность. Ну, там очень много, конечно, рисков есть. Это в любой космической экспедиции риска и риски есть. Каждый космонавт, который летит на Кашмическую станцию, там рисков больше, чем, наверное, сейчас у нас здесь жить, сидеть, да, в студии. И риски, конечно, есть, но вот я думаю, это время, у нас основные технологии есть, но очень много еще таких инженерно-технических маленьких решений, как эти технологии вместе сделать, как это сделать еще дешевле, еще как бы удобнее для людей и так далее. То есть основные технологии есть, но вот это время 10, я бы сказал, даже 15-20 лет, оно нужно, чтобы вот отрабатывать маленькие-маленькие инженерно-технические эти решения. А короче, о критериях отбора. В принципе, основные отборы, скажем так, в первую очередь, конечно, это физические данные, то есть человек должен быть хорошей физической подготовкой. Во-вторых, это интеллектуальная подготовка, потому что в космос нельзя лететь совсем молодым, там 18, даже 20, даже 25, поскольку в космосе и для космонавтов, поскольку я тоже говорил с несколькими космонавтами из России, которые тоже выходцы из Латвии, и с американскими астронавтами, то есть они все говорят, что в космосе очень много нестандартных ситуаций, и у человека должна быть очень большая такая интеллектуальная база. В принципе, что интересно, сейчас в Швеции, я тоже говорил с одним космонавтом, он говорил, в первую очередь, все космонавты, которые идут на подготовку, они должны научиться стать пилотами самолета. Я сам сейчас прохожу подготовку на пилота, я вижу, какая огромная база знаний должна пройти через человека. А вы сдавали тесты какие-то, проходили интеллектуальные? Ну, на этот проект еще нет, в принципе, на заявку, которую я заполнял, в принципе, основная, как бы их вопросы были, вот это, я не закончил, по третьей части, психологическая подготовка, да, то есть физическая, интеллектуальная и психическая, да. И там уже, ну, как бы, они задавали вопросы, как, ну, такие психологички, какие вещи мне там ни в жизни не нравятся, что, какие... Способны ли вы убить человека в замкнутом памяти? Нет, таких вопросов не было, да. Но такие психологички, вопрос, чтобы, наверное, понять вот эту тоже психологическую зрелость, да, поскольку, ну, человек, он все-таки такое социальное, социальное творение, и он должен уметь тоже с другими людьми коммуницировать, это тоже, наверное, с годами приходит. А вот на сайте Роскосмоса публикованы требования, которые предъявляются к индивидуальности... Это физические, я знаю, да? Нет, не физические, но физические тоже есть, антропометрические данные есть, расположение стоя 150-190 см, расположение сидя 80-99 см, масса тела 50-90 кг, максимальный длина ступни также есть, максимальный поперечный размер плечевой области, максимальное расстояние между углами подмышечных впадин, максимальная ширина бедер в положении сидя 41 см. Измеряли все это у вас, Паулс? Нет, пока не измеряли. Кроме того, есть требования к профессиональной компетенции, к датам космонавтов российских, должны, значит, иметь опыт работы по специальности, не менее пяти лет, не менее трех лет на одном месте работы, оплодать необходимый минимум общих знаний в области основ пилотируемой космонавтики, иметь способности к изучению космической техники, продемонстрировать умение оставаться в основах принципов постоянной космической системы, запоминать техническую информацию, иметь способности к операторской деятельности, вот, затем уметь пользоваться персональным компьютером, интернетом, и уметь пользоваться инстаграмом и фейсбуком. Телесные программы, последние у меня есть. Последние, обладать необходимым минимумом общих знаний в области культурологии. Безусловно, это все про нашего сегодняшнего гостя, и совершенно точно мы можем и серьезно поздравить Паулса, потому что во всех новостях, еще как только объявили, что набор, значит, заявок происходит, все приоритеты имеют высокообразованные, умные, здоровые люди с научно-техническим образованием. То есть, вас признали умным, здоровым человеком, если он и есть, в среднем, то он, собственно, сейчас вот находится в этой студии. Ну, я понимаю, что сейчас тогда пойдет следующий этап у вас, начало технической, психологической подготовки, получения навыков выживания в изолированной среде, в условиях, приближенных к марсианским, так? Да. Ну, сейчас следующий этап, еще я должен пройти в Латвии, такое детальное медицинское исследование, чтобы показать, что физически здоров не имеет плохих привычек, ну, в таком плане, довольно такой простой, но все равно. И потом, как бы, это сейчас такой маленький, маленький первый этап, ну, следующий этап маленький, может быть, где-то в тысячу 58 кто-то отпадет, да, но, в принципе, потом от этих тысяч они уже будут проходить более серьезные тесты, и, как бы, цель сделать такую команду из где-то 100 человек, которые уже будут проходить более, уже, как бы, это основа всей, как бы, миссии, и те люди, которые уже будут проходить серьезную вот эту подготовку. Ну, вот от этих тысяч людей сейчас, наверное, через проход, через отбор по медицинскому качеству, наверное, тут будут очень много переговоров личных, психологических, психологических тестов, тестов на работу в команде, еще, наверное, каких-то... А будут ли вот такие, как вот мы видели в центре подготовки космонавтов, скажем, в России, там, все эти вот центрифуги, все эти... Нет, ну, не знаю, может быть, будут, я готов. Да, и то есть вы можете выдержать определенную эту... Да. А сколько же выдерживаете? Ну, сейчас давайте будем говорить два-три же, а потом еще там нужно... Ну, этого тоже немало вообще. Прекрасная, по-моему, да, форма. Ну, слушайте, но вы ведь действительно, несмотря что как будто бы шансы такие, они умозрительные, и все-таки тысячи человек выберут из них только четырех, да, в итоге, все равно ведь... Сначала 20, там, потом 4, по-моему, так. Да, по сути ведь шансы в том анекдоте 50 на 50, то есть либо не полетите, либо все-таки полетите. И вы настроены серьезно, насколько можно понять. Ну, в принципе, да, но, конечно, мы сейчас как бы так через шутки все говорим, но, конечно, этот процесс принятия решения, что я готов на это... Ну, это не было простое. Это... Я когда об этом узнал, по-моему, в прошлом году где-то в марте или апреле они это сделали заявку. Ну, не было так, что я сразу давай, все, вперед. И я очень долго как бы смотрел, читал про эту тему, как это... Очень много внутренних, конечно, обсуждений, да, эмоциональных, логических, но это все, конечно, вопрос о семье. И, ну, все эти как бы... Но в конце я все-таки понял, что, ну, вот, наверное, зов сердца, он все-таки важнее. Да, поскольку, ну, и те люди, которые, как бы, и Гагарин, он тоже как бы оставлял у себя дома своих, наверное, близких, он тоже не знал. И там довольно шансов, там вполне было риска гораздо больше. Да, 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 то есть там не было 50, но тоже 50-50. В принципе, да. А вот скажите, все-таки вот насчет возраста. Вы знаете, что вот был такой фильм советский «Отрыки во Вселенной», и там была положена идея, именно идея, потому что в космос надо подростков, потому что это занимает много лет, и они состарятся и войдут в пиксифической форме умственной, как раз где-то там уже в конце полета. И вот смысл такой. В принципе, что это долго же лететь. Нет, по новейшей версии, как будто не так долго сам полет. Полет 7 месяцев на данный момент. Лети, а тогда 20 лет летели. Да, да, да. Ну, тут еще, как бы, вот я тоже смотрю за всем развитием в технологиях. Сейчас уже ученые разговаривают, что есть, как бы, в принципе построение таких ракетоносителей, которые могут долететь до Марса уже за 2 месяца, за 1,5 месяца. То есть, ну, мы сейчас смотрим через призму, что, ну, через нынешнюю призму, да, а наука, она все равно идет вперед. То есть, возможно, через 10 еще что-то будет? Я думаю, да, 10, 15. А вот у нас звонок. Давайте, пожалуйста, примем звонок от землянина. Здравствуйте. Здравствуйте. Я извиняюсь, такая тема интересная. А вы не подставите как-то? Вы кангаром не станете? С точки зрения кого? Поясните, да, пожалуйста, кого подставите. Ну, как, ну, представляете, космонавт, там, через российскую систему, там, туда-сюда. Через голландскую, да, извините, не российскую. Да, о российской системе речь не идет. Так что, ваша шутка, она, к сожалению, не очень уместна в данной ситуации. Звоните нам, 6-7-212-93-9 и 213-93-9. Да, у нас тут есть первый участник международного проекта «Марс-Уван» по колонизации Красной планеты. Прямо так скажем. А вас не смущает, что есть какие-то планы организовать там какое-то телевизионное шоу, показывать там вот, ну, показывать, транслировать? Да, не придется ли там на угоду публике в трусах в невесомости какие-то? Ну, в принципе, организаторы проекта это довольно так уже четко с самого начала поставили, что цель всего проекта действительно основать колонию человеков на Марсе, да. И все остальное будет уже через это смотреться. То есть это два мужчины и два женщины, чтобы создать там, возможно, новое... А как связь, например, телевизионная картинка? Это уже доступно? Ну, в принципе, 20 минут, пока сигнал идет. Содержка, понял, да. Телефонной линией у нас практически. Да, здравствуйте. Алло, день добрый. Добрый день. Алло, алло. Да, говорите, пожалуйста. Да, значит, день добрый. Я под такой вопрос. Слежу за... Следил, слежу за людьми, которые... Американцы, которые были на Луне. Ну, были, не были, но будем считать, были. Фактически все они ушли в мир иной. Не потому, что они получили доза заражения и так далее, а потому, что существует какая-то, ну, карма, да. Люди, которые покидают Землю, ставят на другую планету, они... Ну, вот такая ситуация, извините. Вопрос таков. В связи с принятием решения, а в решении, очевидно, вы приняли правильно, вы сказали, я согласен с вами внутренне, внутренне рассуждая, решение серьезное. Изменилась ли ваша жизнь в какой-то степени? То есть, ваши привычки, ваша удача в целом, в какой степени изменилась ваша жизнь семейная, в частности? Да, вопрос, спасибо, Макрохов, философский, замечательный класс. Спасибо большое, да, большое спасибо. Изменилась ли? Ну, по-большому нет, но, в принципе, у нас в семье, как бы, такая микросистема, может быть, даже скажу, немножко улучшилась отношение у нас в семье такое, что, ну, мы не знаем, что с нами будет через год, через два года, давайте сейчас не будем думать, что будет лет через 10, 15, 20, да, давайте наслаждаться жизнью сейчас, да. И вот эта, наверное, ситуация, ну, может быть, немножко дала импульс, вот, действительно, наслаждаться тем, что мы сейчас вместе, что... И оценили немножко. Да, вот это, наверное, ну, в других планах, ну, сейчас, как бы, основная работа в ЦЕСИС, где работаю все равно, идет дальше. Да, конечно, то, что сейчас немножко больше интервью было, это, может быть, так поменялось, но в основном нет. Ну, наверное, ну, немножко интереснее, конечно, сейчас, может быть, жизнь стала, да, что самому сейчас смотрю, что, как нужно говорить про эту тему, поскольку я тоже один из аргументов, почему я на эту, как бы, миссию, как бы, записал, что, я надеюсь через это немножко дать мотивацию молодежи, молодому поколению на такие ценности, которые, может быть, выше, там, зарабатывать больше копейку, да, там, на новую машину и так далее, да. А вот про карму наш слушатель сказал. Ну, это человек, кто вернулся, улетел, а потом вернулся. Ага, но все равно покидаю землю, дескать, да, не прервется ли невидимая пуповина, вот такие у вас какие-то... Ну, да, ну, это так философически, ну, я, конечно, эту отрасль философии немножко читал, но я бы мог сказать, ну, если уж есть, так, если есть действительно такая, там, карма, да, тогда, наверное, вот этот мой путь, часть этого всего, ну, так, может быть, мне это можно... Значит, это же по славу Земли, в конце концов. Конечно. Очень много звонков поступает, да, мы примем их, видимо, уже... Обязательно, в следующем получасе. Да. Продолжается передача «Раз в неделю» в студии по-прежнему Михаил Губин. И Леонора Розенцев. И у нас в гостях удивительный человек, Паул Сирбинс, человек, который, возможно, полетит на Марс через какое-то время. Все, кто хотят задать ему вопрос, вот мы не успели в прошлой части передачи, звоните прямо сейчас. По телефону 67-212-93-9. И 67-213-93-9 вопрос и на путствие. Да, потому что, как предполагается по тому плану, значит, где-то 7-9 месяцев летают на Марс, и там основывают колонию, поскольку уже будет там находиться жилые блоки, необходимая вся аппаратура, как бы основывают... Ну, там же ведь, в принципе, как вы это считаете, вот, сакраментальный вопрос, есть ли жизнь на Марсе? Мы летим узнаем. То есть, ну, там... Ну, как вы все-таки чувствуете, да? Там же даже воды не нашли, ничего не нашли. Нет, ну, воды, в принципе, как бы нашли в форме лёда. Ну, я думаю, что она должна быть где-то. То есть, чисто математически смотреть, возможно, что мы единственная, как бы, жизнь Вселенной в огромной, но это очень-очень маленькая. А может быть, вот такое, в принципе, предполагение, что местные жители живут под землёй, под Марсом, то есть? Я не думаю. Пока это я, как бы, так серьёзно не обсуждаю. А вы следите за деятельностью марсоходов Curiosity? Да, обязательно, обязательно. А нам же всё время тоже какие-то приключения. Кто-то камень бросил там, да, непонятно. Ну, там, я думаю, всегда, людям всегда хочется увидеть что-то необыкновенное, что-то такое необоснованное. Ну, что, в целом, уже можно представить, вы там развивались, остались купола, модули, а там же и радиация, и дикий ветер, и температура, перепады совершенно сумасшедшие. Ну, это всё технические решения, я думаю, мы должны думать. Давайте примем, пожалуйста, звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Искренне хотелось бы пожелать успеха вашему гостю и его семье в этом нелёгком деле. У меня дочка 7 лет, она бредит космосом и спрашивает, папа, папа, а что там дальше за этой звездой, а что там ещё вот за этой звездой? Я ей, к сожалению, ответить не могу, потому что я не знаю. Я искренне желаю, чтобы наш замечательный астронавт посмотрел бы и нам бы оттуда направил бы месседж, что действительно там за этой звездой. Большой моём удачи и, ну, простите, может быть, это фамильярно, но я буду, и наша семья будет держать за вас кулаки. Спасибо большое, очень, очень, очень это важно. Звонок, мне кажется, что и Паул сам, как и папа, и человек, который делает много очень интересных и добрых вообще для детей, может быть, из-за, собственно, этого вы и решились? Потому что это же детское вечное стремление полететь, увидеть. Ну, да, наверное, тоже, если так, смотрите, у меня в семье мой прапрадед, он тоже, как бы, делал такие вещи, в которые он верил, да, и я думаю, для меня это было немножко мотивацией. И я надеюсь, тоже, как бы, одним из тем аргументов, почему, может быть, оставить семью здесь, может быть, то, что я там полечу для моих внуков, правнуков, будет больше мотивации в жизни опять что-то сделать, чем если я не полечу. Ох, пожалуйста, примем звонок. Здравствуйте. Добрый день. Будьте добры, кандидат знает латышский язык. Я про там сказать. Являюсь латышом, да. Да, знает, я... На Марте, на Марте-то должно пригодиться. Да, да, пригодится обязательно. Спасибо. Ну, как я понимаю... Шутки про Репши тоже можно уже не говорить. Где же эти шутки про Репши? Кстати, вот я понимаю, что основная проблема, почему у нас нет полетов в межпланетах, это проблема отсутствия искусственной гравитации, поскольку пребывание в невесомость очень вредно для организма, длительное пребывание. То есть невесомость самая вредная, да? Да, самая... Нет, поскольку вся вот искусственная гравитация, которая есть у нас в фантастике, ее нет, она не придумана. Как? Нельзя, нет, нельзя. Технические решения, в принципе, есть... Все-таки, пожалуйста, сколько, 7 месяцев в невесомости, это же вредно. Ну, наши космонавты работают и год, и полтора года в космосе, ну, не наши. В нашей Земле. В нашей Земле, да, в конце концов. Они работают, это, конечно, требует очень много физических усилий, себя поддерживать в форме, но, конечно, это вопрос один из... тех вопросов, которые должен решиться как. Но, опять же, технические решения создавать искусственную гравитацию можно средством ротации. Когда создается этот модуль, идет как бы в ротации, и тогда эта ротация создает как бы в концах... Ага, прижимает. Да, прижимает, так сказать. А на Марсе гравитация, это сила притяжения просит 38% от земной киши, да? Да, более половины. То есть, там можно прыгать, да? Да, да. Но это тоже плохо, да? Потому что отсутствие магнитного поля отрицательно влияет на вегетативно-сосудистую систему. Конечно, это будет как-то на это влиять, но, я думаю, наш организм очень-очень готов присабливаться, да? Я сам читал очень много разных научных материалов, как человек, который себя подготавливает в очень холодной среде. Вот нас с вами сбросить в холодную воду, там, плюс 2-3 градуса, мы там проживем, ну, 5-10 минут, да? А есть люди, которые в холодной воде могут просидеть там полтора часа, да? То есть, я думаю, эти наши внутренние резервы человеческие и физические, и интеллектуальные, и эти... Ну, все другие, они еще очень много не исследованы. Ну, в принципе, как я понимаю, задача вот этой экспедиции, чтобы люди там закрепились, развернули какой-то там жилой модель, и сообщили, что там, собственно, есть. Да. Но связь, как ни странно, уже налажена хорошо, да? Именно общение позволяет технологии. Да, это связь уже, как бы, там и спутники вокруг идут, и есть, наверное... То есть, связь с Марса на Землю, она уже, как бы, отработана. То есть, общаться будет можно? Ну, не в прямой, потому что сигнал в одну сторону идет, где-то, ну, от 10 до 20 минут, и обратно то же самое. Это расположение, как бы, планет, насколько они близко или далеко. То есть, ну, это все равно, как бы, будет. Звонок следующий, пожалуйста, поступил. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не могли бы сказать, какова температура на поверхность... Да, спасибо. Какова температура, скажите, пожалуйста? Ну, там... Ну, там... Суровая. Суровый холодильник. Да. Там от минус 10, 5 до минус 80 и даже 100. Поскольку планета очень далеко от Солнца, очень маленькая сейчас атмосфера, и очень много тепла теряется. Но, в принципе, у нас тоже, опять же, есть технологии, методы, как нагревать планеты. То есть, мы сейчас уже свою планету нагреваем, и, думаю, мы в будущем можем, как говорится, терраформировать... Вот я, кстати, хотел бы только спросить, что будет приезжать, ну, колонист, что же они там будут жить под куполом, красаться в Землю. Да вот, действительно, возможности терраформирования Марса... Как говорить? Терраформирование, да? Терраформирование, да? Терра-Земля. Его, значит, переделка его под планету земного типа более близких людей. Это вот перспектива скольки, по-вашему, лет? Ну, это вопрос, наверное, столетий, может быть, даже тысячелетий. Но, опять же, из истории, ну, это возможно. То есть, мы должны смотреть в будущее. Звонок следующий. А, вот он как раз сорвался. Ну, то есть, получается, мы сможем туда полететь, там разбить какой-то лагерь, но улететь оттуда будет нельзя, да, в ближайшее время, и поставить другой тоже, видимо, будет трудно. Да, да, на данный момент, но я, как бы, тоже смотрю, я немножко, может быть, оптимист, я думаю, лет через 20-30 мои сыновья прилетят, может быть, уже на собственной ракете, которую построят и заберут папу обратно. Звонок, пожалуйста, приймем. Здравствуйте. Алло? Да, слушаю вас. Да, я, знаете, мне это очень интересно. Вообще интересно и неинтересно, потому что у нас на Земле столько проблем можно сделать, оттуда ли с этим, не знаем, что там будет, если там через 20-30 лет, мы не знаем, не знаем, что завтра будет. Лучше на Земле делать порядок. Конечно, это интересно и неинтересно, это очень трудно. Понимаешь? Безусловно, конечно. Да, это очень-очень хорошее тело. Хорошо, но это очень, у нас на Земле очень многое, что не сделано. А вы скажите, простите, а если бы вам, если бы предложили полететь, вы бы вдруг согласились? Нет, я не хочу. Спасибо большое. Но, по-моему, как раз и есть такая теория, что рассматривает Марс как бы резервное место для человечества. В случае чего, не дай бог, чего. Как раз польза может быть огромной, да, и креют. Да, но это такие, ну, конкретные уже вопросы, которые научное сообщество об этом говорит, это, конечно, важно. Но тут вопрос в том, конечно, то, что мы в новостях тут между собой разговаривали, что у всех людей как бы два-две половины мозга. Одна половина говорит, давай, вперед, давай, делай, прыгай, лети. Она говорит, давай, давай, подожди, посмотрим, подумаем. И это нормально, в обществе то же самое, да, и мы в обществе должны иметь людей, которые готовы искать, идти рисковать, и люди, которые хотят думать, как навести порядок там, где есть. И, ну, у нас хорошая поговорка, Рига никогда не будет готова, да, или... Если будет готова, то рухнет. А скажите, а вот вы общались с руководством проекта этого? На данный момент нет еще. А с конкурентами и соперниками? Ну, тоже пока нет, но мало времени, буквально месяц. Вот, буквально прошел с того момента, когда я получил эту информацию. А вам сообщили как? Письмо? Электронная почта пришла, 31 декабря пришла электронная почта. Я сидел в Норвегии, катался на лыжах, смотрю через телефон, о, что такое, два раза там, в первый раз прочитал немножко, что это такое, что это, реклама, что это еще, так, не помню. Ну, и как вы, просите, снова возвращаясь к теме, о которой все в первую очередь спрашивают, как вы сказали жене и детям, что, возможно, папка-то ваш марсианин? Ну, я до этого уже, они об этом знали, я сказал, что я записался, ну, записался, записался, ну, что поделаешь, да. Жена, когда я узнал, говорит, когда узнала, про что я на следующий отбор, она говорит, ну, хорошо, ну, посмотрим, что будет, но когда к этому подойдем, тогда и будем думать, так что, ну, друзья, друзья поздравляли, наверное, немножко, да. Да, родители, опять же, ну, молодец, значит, любите ли вы фантастические рассказы про путешествия на Марс, про жизнь на Марсе, читаете ли вы Рея Брэдбери, может быть, его романтические прекрасные какие-то... Ну, кстати, да, это же, как бы, нравится ли вам? В молодости, наверное, всю советскую фантастику прочитал, зарубежную читал, ну, да, книги фантастики тоже были, наверное, одним из этих этапов, которые давали какую-то мотивацию. Как вам кажется, что-то похожее на реальное положение вещей там может быть отражено, и вот какой рассказ, может быть, вам запомнился, или особо никакой? Ну, нет, ну, каждый рассказ, как бы, дает какую-то свою перспективу, я думаю, во всех рассказах идет речь о том, что мы, как цивилизация, должны расширяться, мы должны идти вперед, искать новые границы, искать новые вызовы для себя, и через это мы развиваемся, через это мы и решаем те проблемы наши земные, да, поскольку, вот, если мы смотрим, там, космос, как сфера, она не... Это не только, там, ракеты, космонавты, это же медицина, биология, химия, физика, математика, электроника, программирование, ну, почти все, да, и эти индустрии, когда они взрываются, те технологики не развивают, они уже потом нам на Земле тоже нужны. Ну, вот сейчас как раз есть такое мнение, что мечта человечества о космосе, которая была в 60-х годах, может, еще в 70-х, она вот как-то убита развитием информационной технологии, всеми вот этими айфонами и прочее, что как бы применяли, вот на это человечество применяло свою детскую мечту о космосе. Ну, я думаю, даже не технологии, скорее всего, вот эта борьба за, вот я говорю, борьба за копейку, да, что мы должны зарабатывать, должны каждый год Турцию поехать, новую машину, да, ну, вот за это, наверное, что люди, наверное, как-то отфокусировались, забили, где их мечта. Да, у каждого человека, я думаю, есть какая-то мечта, кто-то хочет, там, построить хороший дом, кто-то хочет, там, поехать, найти новую, там, жизнь где-то в лесу, да, ну, у каждого что-то где-то есть, за что он готов бороться, кто-то, наши сейчас журналисты едут, там, в Гава, в Афганистан, тоже рискуют жизнью, кто-то рискует жизнью, там, на гору хочет самую высокую попасть. Ну, какая, у кого есть какая, кто-то хочет стать очень хорошим специалистом в своей сфере, да, ну, вот эти мечты, наверное, важнее, тем вот этой копейки. А вы вот, как человек, несомненно, добрый, скажите, если окажется, что жизнь на Марсе, при слове-то, все-таки существует, но они окажутся нашими врагами, или, например, нам нужно будет их уничтожить, чтобы захватить их планету, они там окажутся менее развитыми, ведь там, опять же, дружба дружбой, а как учит нас фильм «Аватар» и многие фантасты, мы должны бороться и за выживание в космосе, на других планетах, внеземные цивилизации, ведь могут быть врагами нашими, предупреждают нас всегда. Да, ну, это как мы будем смотреть, то есть они будут считать нас нашими врагами, или мы их своими врагами, да, но, я думаю, мы, как человечество, в первую очередь, готовы себя защищать, это мы научились, да, но, во-вторых, мы тоже, я думаю, научились разговаривать и обсуждать, почему, как, находить общий язык, это во-вторых, и, ну, в-третьих, мы все-таки, мы, как цивилизация, должны тоже учиться, как, как, разговаривать с другими цивилизациями, наверное. Еще успеем пару звонков принять, здравствуйте. Добрый день, у меня вопрос к вашему гостю. А вы не боитесь сюда лететь? Вы же не вернетесь обратно? Да, он в курсе. Спасибо. Ну, конечно, конечно, я сам себе сказал, я, ну, у меня нету тенденции к самоубийству, да, конечно, все эти рациональные аспекты, которые в себе в голове я разложил, конечно, это риск и боязнь есть, никто из космонавтов, который летит сейчас в космос, да, они не летят туда вот так, ту-ту-ту-ту-ту, да, то есть они готовы к риску, и это боязнь немножко, то есть этот страх дает правильную мотивацию следить за, да, как бы, основными этими функциями. То есть страх, конечно, есть, и страх это нормальный, но страх нельзя перевести в панику, да, страх есть, но, опять же, ну, я смотрю через такую сферу, мы все умрем. Кто быстрее, кто вопрос на том, где мы умрем, и когда вопрос, что мы делали до того, как мы оставим эту планету, да, так что вопрос бояться смерти, это глупо, а вот бояться, что мы что-то не сделаем, то, что мы сами хотим, ну, вот это, наверное, более важный вопрос. К тому же мы надеемся, что все-таки технологии разовьются. Конечно. Как-то, да, но в любом случае вы готовы, да, получается? Ну, в принципе, да, я сам себе сказал, да, я готов, но, конечно, я себе, если так честно тоже сказать, я себе тоже сделал такую, такие немножко, такие критерии, что, ну, я не готов лететь, если я не уверен, что этот корабль космический, он действительно, как бы, проверен. Я не хочу, там, сесть в ракету, и потом, упс, там, не хватает воздуха, да, о, кто-то забыл, или я не готов полететь на Марс и просто всю оставшую жизнь сидеть в концернной банке, да. Кстати, вот вопрос, действительно, я боюсь, что там нет ничего, кроме опасной пыли марсианской и просто существовать в замкнутом пространстве с людьми, там же это довольно серьезное психологическое испытание для человека. Вот, я себе сказал, то есть, я тоже, как бы, если смотреть так глобально, поскольку у нас такое образование экономическое, я думаю, что тоже одной из целей должно быть создать немножко экономику на Марсе, то есть, мы должны искать ископаемое, мы должны думать, как там, может быть, в землю закапываться, искать ресурсы, чтобы сами себя обеспечивать, да, если мы найдем хорошие ресурсы, тогда мы можем их менять уже с землей, да, то есть, этот фактор, фактор экономии, экономии там тоже, должен быть, да, иначе, если это просто будет такая вариант, что люди там будут сидеть перед камерами друг друга, там, убивать или умирать, да, это будет давать огромный негативный эффект, потому что, если вот молодое поколение будет на атмосфере, ну, нет, это я не хочу, не, 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 спасибо, да. Звонок. Еще один звонок, вот как раз он прекратился, может, слушатель вернуться прямо сейчас, что вам больше всего нравится на земле? Думаете ли вы, ну, вот, переоценив, может быть, сейчас все немножко другими глазами, ездите ли вы, может быть, смотреть на закаты, специально там на природу, пейзаж, запоминаете этот мир, и что вот, вот, больше, более всего вам кажется ценным сейчас? Ну, наверное, то, что больше всего не будет не хватать, это зелени, природы, в лодке, на речке, да, посидеть, ну, наверное, этого будет очень много не хватать. Звонок. Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос. Вот скажите, если вы на Марсе встретите представителей других цивилизаций, что вы будете делать? Ну, наверное, как? В первую очередь будем пытаться налаживать связь, да, то есть вопрос языка и вопрос общения, вопрос то, как они общаются, какие их ценности, какая структура мышления и так далее. То есть, ну, это полностью новое, как бы, мышление, которое у нас, наше мышление построено на очень огромной базе наших предков, да, тысячелетиями. То, как мы думаем, что мы думаем. У них, наверное, другая история, другая структура вообще мышления. То есть, ну, это тоже, наверное, такой очень важный вопрос понять, как. Ну, если это будет интеллектная, интеллектуальная цивилизация, тогда более интересно, конечно. Ну, вот возможность интеллектуальной цивилизации там, кстати, я думаю, очень маленькая, поскольку, ну, всё-таки планета, если бы она была там даже под землёй населена, ну, наверное, мы бы оттуда слышали какие-то радиосигналы или какие-то вспышки или газы, которые дают понятие, что там какая-то биологическая процесса. То есть, хорошо бы хоть какие-то бактерии, да, или микроорганизмы обнаружить. Это была бы большая удача, конечно. Очень недавно к нам уфолог приходил. Между прочим, тоже говорили о встрече с инопланетянами. И вот он выражает, конечно, мысль, что контакт этот всегда производит на человека очень впечатление, как бы, негативно, огромный стресс. Шок, да. Да, он не верит, как бы, собственным ощущениям и так далее, что может разрушить, но очень эффект. А вы уже вот думали, всё-таки представляли ситуацию, вот вы вступаете в контакт. Что вы ему скажете? Пока нет. Пока нет. Ну, вот давайте будем решать. Но вы готовы гипотетического? Нет, ну, гипотетически, конечно, да, это интересно, но давайте будем решать проблемы с так же шагом, наверное. Да, и вот всё-таки тогда следующий этап, что вы должны будете делать по этому правилу? Сейчас подготовка, сейчас должен сдать, пройти проверку медицинскую, медицинскую проверку. Выслать лист, который нам не прислали, и потом до марта это обследование должен пройти. Выслать им, и потом уже будет следующий отбор. Может, ещё звоночек успеем? Давай, быстренько. Здравствуйте. Вот уже слушатель не дождался. Но вы же земную свою деятельность не прекращаете, вы продолжаете с детьми общаться, ваши центры работают, лизину. Зонды запускаете? Зонды в этом году тоже, наверное, постараемся запускать. Но работа продолжается, жизнь продолжается. И это прекрасно. Ну что? Ну что у вас? Огромное спасибо, во-первых, мы говорим нашему гостю. Удачи вам желаем. Спасибо вам. Пройти медкомиссию всех. Да, спасибо большое. Полететь благополучно и вернуться. Да. В нашу студию желаете зайти после этого. Да, в студии у нас был Пауз Ирбенс, участник проекта Mars One. Спасибо вам, всем удачи, всем не боимся мечтать и реализовать наши мечты.